так все видно но еще раз представлюсь меня зовут иван юдичев я занимаюсь компанией huawei облачными проектами и поддержка госсектора вот вообще облачными проектами я занимаюсь уже очень очень давно еще начал этим заниматься в когда работал заказчики где-то году десятом тогда еще было в инваре из x25 вот потом был microsoft потом было в инваре вот наконец huawei где мы продолжаем развивать добрые традиции виртуализации серверов и видя и вот но сегодня я буду больше проведя и рассказывать понятно хотя и в кулуарах могу поделиться там информации много о чем задавайте спрашивайте могу там показать работающее решение то есть постараемся сейчас послушать максимально за эти полчаса разыграть телефоны и в конце концов уже отдыхать веселиться то я не да я и я не мог пройти мимо этого слайда то есть обязательно нужно было показать как мы растем на 50 процентов каждый год для того чтобы усилить вас уверенность что несмотря на то что может быть там три года назад про хуауэй слышали может быть не очень много хорошего вот но мы интенсивно развиваемся мы вкладываем деньги в рэнди и наши продукты становятся с каждым разом все лучше и лучше то есть я проверял это вот на своем личном опыте готов это сказать про нашу обычную платформу проведяй вот на сегодняшний день даже айдиси которых трудно улечить каких-то там не не адекватных оценках они поместили нас как можете увидеть major players это нам стоило действительно больших усилий вот и еще три года назад об этом никто не мог и подумать на сегодняшний день мы уже по многим независимым тестом находим ну конкретно поведяю мы по производительности близки к цитриксу вот функционально конечно мы не так развиты за счет меньшего возраста софта но все основные функции мы уже реализовали я сейчас на них более детально остановлюсь архитектура решения то есть сам по себе видя и он развертывается в какую-то облачную среду то есть ну чисто теоретически видя и он может работать и предоставляя удаленный доступ с помощью традиционных компьютеров вот но когда мы говорим про виртуализацию рабочего окружения обычно речь идет про облака вот и если мы говорим в данном разрезе проведя это решение архитектура решения она следующая то есть внизу у нас есть оборудование там железо сервера системы хранения с дн то есть облака дальше на у в облачную платформу мы разворачиваем соответственно весь набор софта который позволяет разворачивать первые виртуальные машины для пользователей и второе служить брокером для того чтобы эти машины раздавать автоматизировать процесс вот ну основа видя я думаю вам знакомы вот и полный комплекс решения от huawei он выглядит как платформа fusion compute фьюжен сфера от huawei и фьюжен access как софт который позволяет создавать виртуальные рабочие столы мы интенсивно работаем с партнером например с ру в ds поэтому можем создавать какие-то скажем так не коробочные решения а именно решение направленные на облачных провайдеров то есть партнерский личный кабинет при этом мы предоставляем инфраструктуру протокол и обеспечиваем работу десктопа то есть предлагаем наш эффективный протокол при этом удобство пользования локальным отечественным облаком вот но остановлюсь все-таки здесь то есть по поводу архитектуры принципе многие из этих компонентов они могут быть заменяемы то есть оборудование может быть любого вендора поскольку мы поддерживаем мульти вендорное решение вот гипервизор ну в принципе теоретически может быть тоже другой но мы все-таки рекомендуем использовать наш потому что мы проводим полный цикл тестирования и гарантируем качество и итогового решения вот хотя в принципе там ну можно могут быть варианты тонкие клиенты мы как поставщик единого решения естественно поставляем также и тонкие клиенты но если у вас уже имеются какие-то рабочие станции которые вы не хотите списывать можно использовать их совершенно спокойно у нас есть софтверный клиент он работает под линукс под windows можно таким образом сэкономить и задействовать имеющееся оборудование гостевые операционные системы какие мы поддерживаем внутри естественно windows 7810 то есть полная поддержка на сегодняшний день существует также для того чтобы избежать оплаты лицензии microsoft а в идее и свести затрат на десктоп в капекс можно разворачивать виртуальные рабочие столы на базе windows сервер вот это одна из возможностей которые мы предоставляем здесь есть обязательно этап сертификации ну как сказать тестирование приложений будут они работать под windows сервер или нет потому что могут быть нюансы но 90 процентов случаев это все отлично работает что в клиентской операционной системе что серверной и многие заказчики пользуются таким способом разворачивать серверные операционные системы как клиентские ну обычно это что-то самописное то есть что-то там на базе java для какого-то там может быть какое-то приложение там плагин для может быть 1с то есть какие такие стандартные вещи типа офис они всегда работают серверной среде на моей практике не возникало каких-то ситуаций чтобы широко известный софт он не работал windows сервер проблемы возникали с каким-то кастомизированным софтом тому госзаказчиков у них что-то там устаревших наследованное было но там вываливалась в ошибку но такие вещи они бывают при миграции там секс пина семерку семерки на восьмерку то есть стандартная история возвращаясь к методам предоставления то есть мы сегодня все-таки говорим о том что у нас облака то есть достаточно взять поставить тонкий клиент подключиться в удаленную среду и у нас все будет работать да такой вариант такой ну возможен естественно это десктоп как сервис да с в данном случае вот есть также варианты строить инфраструктуру у себя самостоятельно обслуживать ее самостоятельно это более высокая степень контроля но в то же время более высокие затраты вот и есть вариант строить решение гибридные как у меня от изображено на картинке то есть что-то может быть развернуто в публичном облаке что-то может быть развернуто локально то есть здесь нужно подобрать оптимальное для себя решение по опыту лучших собаководов публичные десктопы они годятся практически для всего там за редкими редкими исключениями если у вас очень какие-то специфичные данные которые должны быть там только в россии да и то можно использовать сот рукава который находится в королеве то есть но здесь я должен отметить что наш софт позволяет разные варианты далее было которое предоставляет видя и для клиентов называется у нас fusion access на сегодняшний день актуальной версии является версия 6.1 вот но еще версии 60 возникла ну появилось очень много интересных возможностей которые я сейчас кратко пробегу я сознательно исключаю какие-то такие базовые вещи типа поддержки windows 10 потому что очевидно что она поддерживается полностью вот и я выделил несколько наиболее на мой взгляд важных вещей то есть что мы поддерживаем с версии 6.0 мы поддерживаем linux к гостевой операционную систему это очень такой достаточно частый вопрос был когда вы начнете это поддерживать вот с начала этого года мы поддерживаем ubuntu и redhead как гостевая операционная система то есть теперь нет никакой необходимости использовать только windows там тратить платить за деньги за лицензию можно использовать бесплатный linux и разворачивать видео и получать еще больше выгоды за счет этого то есть функционально практически то же самое ну естественно максимальный набор функции вы получите windows но такие базовые вещи как работа с флешками то есть работа с принтерами с аудио там все основные виды десктопов они доступны в том числе в linux и опять же 80 процентов случаев и можно выбирать и то и другое и при этом не чувствовать себя каким-то образом там обделенным далее появилась полная поддержка работы с разрешением 4к ну это может быть в принципе там и несколько мониторной конфигурации либо это один монитор с разрешением ultra hd чаще всего используется в графическом дизайне либо в разработке исполнили окат приложений забегая немножко вперед скажу что версии 61 мы также добавили поддержку графических видеоредакторов которые работают в режиме 4к то были немножечко специфичные требования которые потребовалось полгода для того чтобы полностью оттестировать решение вот на сегодняшний день это тоже работает есть функция водяных знаков на рабочем столе то есть ну скажем так для того чтобы прочитать что-то супер секретное унести с собой в голове это естественно не спасет но это помогает вот несколько усложняет жизнь тем кто фотографирует конфиденциальную информацию на экраны смартфонов для того чтобы потом где-то ее выложить там в публичном пространстве и ссылаться на нее то есть теперь можно выставить водяные знаки они могут быть не только статичными но и динамическими таким образом жизнь такого рода персонажа на несколько несколько усложнится мы сильно упростили версии 6 развертывание ядра системы то есть если ну вряд ли вы наверно знакомы с фьюжен аксессом версии 5 вот но по своему опыту помню что для этого требовалось заворачивать какое-то гигантское количество виртуальных машин часть из них разворачивалась на линук сейчас windows вот с версии 6.0 мы драматически упростили этот процесс есть один инсталляционный пакет одна там версия линукса и все виртуальные машины они запускаются вот именно с этого диска и вот процесс развертывания сократился где-то раз в 5 по времени далее после того как софт поставлен нет нужды бегать по различным менюшкам у нас запускается автоматический wizard который позволяет с подсказками посты настроить по так как она будет отвечать вот вашим требованиям то есть там есть подсказки и опять же этого сильно упрощает процесс появилась функция lazy desk то есть как это выглядит есть есть тонкий клиент к нему потом его айди однозначно привязывается конкретная виртуальная машина дальше при вводе учетных данных в тонкий клиент автоматически происходит подключение к виртуальной машине и для пользователя нету какого-то такой такой разницы заходит он на локальный pc или работать с видя и это может быть очень удобно для каких-то публичных терминалов там склады медицина то есть либо какие-то удаленные точки где бывает очень много проблем с пользователями им трудно понять что нужно один раз залогиниться потом еще раз залогиниться для того чтобы этого избежать можно применить функцию lazy desk жестко привязать клиента с виртуальной машиной и дальнейшем это сильно упростит работу клиенту пользователя один раз в били один раз зашли все полное ощущение что работаете с локальным компьютером далее с точки зрения администратора системы это больше наверное упрощение для наших партнеров вот но тем не менее процесс подготовки шаблона для виртуальной машины он сократился по времени там раза в три в четыре раньше был огромный гайд на 30 пунктов которые нужно было руками проверить то есть убедиться что виртуально операционная система настроена корректно вот теперь всего этого нет у нас есть wizard с тремя большими кнопками сделать мне такой доступ такой и такой зависимости от того ну какая задача у вас стоит то есть нажимаете один раз кнопочку происходит там за скриптованный процесс все виртуал как готово можно заворачивать далее очень широкий ряд совместимой периферии на самом деле у нас есть большой список там конкретных протестированных каких-то продуктов но именно то есть точки зрения периферии можно к нам обратиться мы его рассылаем показываем вот но там есть огромное количество вещей там и веб-камеры и принтеры то есть все основные клиентские устройства которые можно включить в тонкий клиент они скорее всего уже с нами протестированы это имеется ввиду на работу с софтом и на работу с нашими тонкими клиентами вот и возвращаясь к вопросу сторонних тонких клиентов и рабочих станций то есть можно пройти специализированный процесс называется серпной серт процесс сертификации и по поршествии но если все пункты пройдены можно получить лейбл huawei ready это значит что данный тонкий клиент он полностью совместим его можно использовать среди совместимых тонких клиентов есть наши отечественные локальные производители которые имеют еще сертификатов стек и ряд сторонних решений то есть я хочу сказать что вы не завязаны только на наши тонкие клиенты то есть у вас есть выбор и тебя несколько слов про то что появилось буквально недавно меньше месяц назад вышло 61 то есть если раньше десктопы на серверных операционных системах были на 8 и 12 версиях то теперь пожалуйста можно использовать windows сервер 1016 16 версия это полностью 64 битная операционная система там вырезан блок отвечающий за эмуляцию 32 битного окружения поэтому здесь могут быть вопросы совместимостью вот как уже отметили нужно тестировать именно поэтому мы везде ставим плашку что это limited commercial use то есть это ограничено для использования не для широкого использования только после предварительных тестов но технически никаких проблем нет выглядит так же как windows 10 преимущество как у любой операционной системы в лицензировании далее с версии 61 появился универсальный драйвер веб-камеры с его выходом теперь не только раньше единственный способ взаимодействия с веб-камерой было это использование фильтров windows дарик шоу теперь появилась опция обращаться напрямую камере и эту вещь очень востребована при работе каких-то корпоративных войсовер айпи приложений cisco джайбер например или там skype теперь можно работать с камерой напрямую использовать ее возможности не говоря же о том что это несколько снижает потерю производительности появилась возможность объединять графические графические карточки в пулы то есть сама поддержка графики она работала еще и раньше но приходилось каждый раз вручную назначать графический адаптер на виртуальную машину вот теперь в этом нет необходимости все графические карты находятся в пуле и автоматически подхватываются из него при необходимости если стоит задача запуститься и такую под виртуальную машину по окончании работы с ней соответственно графический адаптер возвращается в пул такое решение очень удобно когда есть где-то с десяток инженеров которые работают в кат-системах но при этом там порядка может быть пяти или еще меньше карточек nvidia m60 то есть это позволяет сэкономить на затратах на графику обработка видео разрешение 4к как я уже говорил она теперь полностью сертифицирована проверено работает появилась функция перенаправления звука и видео при работе с тонкими клиентами традиционно раньше как было в виртуальную машину виртуальный десктоп ставится клиент voice over ip приложения там обрабатывается звук и видео как правило ну звук отправляется в дата в софтсот там обрабатывается возвращается назад это все перегружает каналы вот для того чтобы этого избежать есть функция перенаправления звука и видео на тонкий клиент ставится при приложении либо плагин и в дальнейшем звук и видео они уходят напрямую из тонкого клиента минуя вот эту вот петлю в 100 и обратно за счет этого можно спокойно работать каким-то локальными с локальным провайдером то есть не обращаться в 100 каждый раз когда нужно кому-то позвонить и вот в конечном итоге позволяет на один тот же канал есть и большим количеством пользователей то есть традиционные то есть сейчас у нас были проведены теста cisco джаббер теоретически может работать любой софт надо просто протестировать проверить вот есть отдельный плагин для skype for business это идти то есть в тонкий клиент в случае skype и ставится специальный плагин случае cisco джаббер ставится целиком софт прямо в тонкий клиент тонкий клиента если вот там подойдете в уголочек там у нас представлены несколько видов вот самый маленький к сожалению не годится годится только тонкий клиент на базе windows m dead это пять сто такая средних размеров коробочка и 6100 самая большая коробочка далее еще интересная функция которая появилась у нас относительно недавно это функция отката к первоначальной версии десктопа то есть традиционная работа выглядит следующим образом пользователь работает в своем рабочем окружении изменяет системные файлы вносит записи в реестр потом предположим он там перестал работать с этой с этим десктопом и он все отключился от него разлагинился раньше эту виртуальную машину приходилось уничтожать разворачивать новую вот теперь появилась возможность все изменения которые пользователь вносит писать в отдельный файл после того как пользователю виртуальная машина больше не нужна он соответственно отключается файл удаляется машина снова готова к работе то есть это несколько сокращает время по там выведению новых машин в работу и сокращает в принципе вот эти вот паразитные затраты на развертывание переразвертывание так далее появилась функция one optimization суть ее в том что когда канал не очень хороший нестабильный слабый то то есть его возможно хватает на офисную работу но в том случае если там запустить видео в окошке канал после этого может просто лечь вот и к сожалению даже видео выключить нельзя потому что интерфейс просто потерял отзывчивость так вот для того чтобы этого не происходило из функции one optimization она автоматически определяет что видео в виртуальной машине съела весь трафик весь канал интерфейс потерял отзывчивость и результате просто это окошко она перестает отрисовываться то есть видео перестает там поступать интерфейс оживает и можно соответственно продолжать работать то есть теперь не не произойдет такой ситуации что вы просто потеряли доступ то есть пока видео не открутится не вернется ничего появилась функция управления профилями пользователей принципе управлять профилями можно было раньше с использованием windows roaming профайл но такого решения есть определенные недостатки потому что сам винда roaming профайл настроить надо он иногда не очень стабильно отрабатывает когда теряется связь с центральным сервером где хранятся профили то есть там может быть кратковременное отключение после того как сервер возвращается в рабочий режим бывает что профили он не отрисовывается приходится разлогиниваться обратно то есть неудобно вот для того чтобы этого избежать либо в том случае если не хочется настраивать roaming профайл с windows актив directory либо если вы просто не хотите использовать windows до идеи директоре а для тестовых пользователей просто было достаточно каких-то локальных машин вот можно использовать встроенный персона менеджмент он интегрирован как с актив дариктор если она есть так и с нашей локальной микро а.д. вот и позволяет управлять профилями то есть средствами фюжен аксесса не какой-то внешней системы вот раз упомянул это д то соответственно для каких-то применений где актив дарикторы полноценно явно излишне может быть какое-то закрытое тестовое окружение либо компания там 10 человек зачем я дэ то есть можно воспользоваться встроенными функциями фьюжен аксесса то есть встроенный системный каталог будет полностью управление пользователями с интерфейса фьюжен аксесса это позволяет очень быстро и эффективно развернуть рабочее окружение для там не очень большого количества пользователей лицензирование то есть если продукт этот приобретать в собственный сот он организируется двумя типами то есть есть лицензия именованная есть лицензия по подключениям соответственно и три вида лицензий стандарт это обычный десктоп то есть просто виртуальная машина в которой вы равно пользователь работает advanced вернее скажем так sbc сервер based computing у нас называется по сути терминалы то есть sbc стандарт это лицензия на использование терминального режима работы ведя и advanced соответственно позволяет использовать как стандартный режим так и терминальный вот и лицензии именованные несколько дешевле чем лицензии на конкурентное подключение вот цены сразу скажу rpl то есть russian price list в реальности не могут там отличаться в ту или иную сторону лучше всего спрашивать у партнера или аккаунт менеджера с которым вы привыкли работать если какие то есть вопросы то буду рад